Северный город в студии День военно-морского флота отметили в Устилимске. Автомобилисты продолжают садиться пьяными за руль. Суд обязал администрации Седановой и Дучанки организовать работу котельных. Устилимские пожарные приняли участие в традиционных соревнованиях. 30 июля 2016 года Устилимская городская территориально-избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты городской думы города Устилимска 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 13 Бочкарникова Андрея Сергеевича, 1973 года рождения, главного инженера ООО «Элимспецзащита», выдвинутого избирательным объединением Устилимское местное отделение политической партии КПРФ. Кучмысту Наталью Сергеевну, 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, члена политической партии ЛДПР. Стариколовскую Феодосию Павловну, 1953 года рождения, главного врача Устилимская городская поликлиника номер 2, секретаря Устилимского городского местного отделения партии «Единая Россия», выдвинутую избирательным объединением Устилимское городское местное отделение партии «Единая Россия». Ранее зарегистрирован Зацепин Сергей Владимирович, 1973 года рождения, пенсионер, выдвинутый в порядке самого движения. Как и по всей стране, в Устилимске вчера прошел праздничный митинг, посвященный Дню Военно-Морского флота. Как отметили праздник наши моряки, смотрите в нашем следующем материале. День Военно-Морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2016 году праздник ВМФ выпал на 31 июля. Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников. В этом году моряки отмечают 320 лет со дня образования Военно-Морского флота России. По всей стране проходило множество памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи ветеранов. По традиции устилимские моряки собираются возле памятного знака «Три звезды» на митинг. Самыми почетными и главными гостями стали, конечно, герои, защитники России, ветераны Великой Отечественной войны. Вместе с собравшимися они почтили минутой молчания память павших в боях моряков и возложили венки к памятному знаку. На торжественном митинге моряки получали поздравления и награды от коллег из других родов войск и представителей военного комиссариата города. От имени администрации Устилимска моряков поздравила Светлана Урусова. Поздравляю вас с самым главным праздником всех моряков – с Днём Военно-Морского флота. Россия – великая морская держава и стала она не таковой благодаря подвигам наших предков, благодаря вам, которые смогли удержать эту высокую планку. И, конечно, благодаря нашим мальчишкам, которые сегодня несут боевую вахту на море. Слова особой благодарности хотелось бы в этот день сказать клубу Военно-Морского флота «РУК», который на протяжении более десяти лет работает с призывной молодежью в патриотическом направлении. И сегодня, как председатель призывной комиссии, могу сказать, что дух захватывает от гордости. Все до единого мальчишки призывного возраста хотят идти и служить в армии. Также зачитали телеграмму из далекого Владивостока, где в 2010 году произошло торжественное переименование малого противолодочного корабля номер 17 в малый противолодочный корабль «Устилимск». Уважаемые ветераны ВМФ и жители города Устилимска, поздравляю вас с праздником Днём Военно-Морского флота. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов, семейного благополучия, удачи в жизненном пути. Командир корабля «Устилимск» Владимир Усадцев, председатель общественной организации клуб ветеранов ВМФ «РУК» Гудзенко. Хочется пожелать морякам надводного флота и подводникам, лётчикам морской авиации и морским пехотинцам, воинам запаса и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, попутного вам ветра и семь футов под килем. Алена Калько, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят на дорогах нашего города и района рейдовые мероприятия и патрулирование с целью выявления недобросовестных водителей. Которые игнорируют правила дорожного движения. Подробнее о дорожной ситуации за выходные смотрите далее. 194 нарушения правил дорожного движения зафиксировали сотрудники Устилимского отдела ГИБДД на дорогах города и района. Пьяными сели за руль в эти выходные 11 автомобилистов. К их числу прибавились ещё три нетрезвых водителя, которые повторно управляли авто в алкогольном опьянении. Теперь им грозит уголовная ответственность. 12 детей перевозили без удерживающих кресел. Проигнорировали ремень безопасности 55 человек. Прибором видеофиксации были зафиксированы 57 любителей превысить допустимую скорость движения. Кроме того, за минувшие выходные на территории Устилимска и Устилимского района произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадал человек. Так, 30 июля около 10 часов утра водитель, управляя автомобилем Toyota Raum, двигаясь по дороге Братску-Стилимск, в районе 85-го километра, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд дорожного полотна и опрокинулся. В результате ДТП водитель был госпитализирован в больницу города Братска с повреждением шейного отдела позвоночника. Алена Калько специально для информационной программы «Стеверный город». Устилимский суд рассмотрел административные дела по искам межрайонного прокурора. Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорских проверок, в ходе которых установлено, что администрации Седанова и Дучанки не обеспечивают техническое обслуживание зданий котельных, не проводят осмотры в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания. На объектах теплоснабжения отсутствуют лица, ответственные за эксплуатацию оборудования. Отсутствуют журналы эксплуатации котельных и так далее. О том, какое решение вынес суд, рассказала Анна Бедина. Суд счел требования прокурора, подлежащему удовлетворению, обязал администрации Седановского и Дучанского поселений в срок до 30 декабря 2016 года устранить нарушение федерального законодательства в соответствии с положением об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Решение суда вступило в законную силу. На минувшей неделе в Усть-Илимске прошли ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений Усть-Илимского гарнизона пожарной охраны. Участники соревнований демонстрировали свои умения, навыки, приемы, необходимые при тушении. За зрелищными испытаниями наблюдала Алена Калько. Как и в прошлые годы, данные соревнования проводились в два дня. Первой огнеборцам предстояло пройти две дисциплины – подъем по штурмовой лестнице и установка выдвижной трехколенной лестницы. Пожарным надо было забраться на четвертый этаж учебной башни, при этом уложиться в максимально короткие сроки. После стартового сигнала участник со штурмовой лестницей в руке пробегает дистанцию до учебной башни и, закрепляя лестницу за оконный проем каждого этажа, начинает взбираться по ней. Задача не из легких. Но с какой легкостью и быстротой выполняет это задание спортсмены – не передать словами. Далее пожарным предстояло установить трехколенную лестницу. Это единственная дисциплина, наиболее приближенная к боевым действиям в условиях пожара. О результатах первого дня рассказал Александр Ступин. Вчерашний день прошел успешно, но результаты предыдущих лет были не побиты, то есть остаются теми же. По итогам первого дня по штурмовой лестнице первому вышла команда «Спас» группы «Элим». По трехколенной лестнице первое место заняла команда «ПСЧ-51». По итогам первого дня на первом месте находится команда «Спас» с результатом 1300 баллов. Не менее захватывающие и интересные этапы соревнований предстояло пройти во второй день. Его открыла 100-метровка. Конкурсантам предстояло не просто пробежать дистанцию за максимально короткое время, но и на протяжении всего пути пожарным необходимо было преодолеть препятствия. После старта огнеборец встречался с первым – с забором. Преодолев его, он бежит по 18-сантиметровому буму. При этом бежит не с пустыми руками, а держит в каждой руке по пожарному рукаву. Дальше участнику надо правильно подсоединить их к разветвлению. Лучший результат в этом этапе соревнований 18,84 доли секунды показал четырехкратный чемпион гарнизона по 100-метровой полосе с препятствиями Константин Сысоев. Далее участникам предстояло пройти самое зрелищное состязание – пожарную эстафету. Именно здесь пожарный показывает свои умения борьбы с огнем. Огнеборцы сначала забирались по лестнице на учебный домик, бежали с рукавами по буму, преодолевали забор и тушили условный пожар. Как и в прошлом году, лучшее время здесь показала команда «Спас». В боевом развертывании равных не было пожарной части у Стеримской ГЭС. В целом, по итогам двух дней соревнований, первое место заняла команда «Спас». Второе – пожарная часть 50, третье – пожарная часть 51. Алена Калько, Сергей Белкин, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Российская государственная библиотека для молодежи объявляет всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Преодоление. Молодые авторы о молодых инвалидах». Конкурс проводится в рамках Года российского кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Целью конкурса является привлечение внимания общества к проблемам молодых инвалидов в разных сферах общественной жизни, продвижение наиболее успешного опыта творческого роста инвалидов и стимулирование их творческого потенциала. Участником конкурса может стать молодой человек в возрасте до 35 лет, независимо от пола, рода занятий и увлечений. На конкурс предоставляются короткометражные фильмы, созданные любыми доступными техническими средствами, соответствующие требованиям конкурса. Конкурсные работы принимаются с 25 июля по 16 октября 2016 года. Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства по молодежной политике Иркутской области. 15 июня около 15 часов на улице Братская, 8 в районе автобусной остановки Почта неустановленный водитель. Женщина на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. Свидетели и очевидцев данного происшествия просим позвонить по телефону. В связи с расследованием уголовного дела разыскивается свидетель Протопопов Евгений Викторович, 1978 года рождения, без определенного места жительства, который может находиться в дачном кооперативе «Коммунальник», в дачном кооперативе «Рассвет». Лиц что-либо знающих о месте нахождения гражданина, Протопопова Евгения Викторовича, просьба сообщить по телефону. 02-728-04, а также по телефону 8-924-617-2679. Старшему следователю Сережкиной Ксении Алексеевне. Это была информационная программа «Северный город». С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова